Победа 75. От Северного Кавказа до Крайнего Севера. Под таким названием совершили восхождение на гору Святого Иоанна военнослужащие управления Росгвардии совместно с членами Чукотского отделения Русского географического общества. На вершине горы Святого Иоанна, расположенного на Дорском районе, теперь развивается государственный флаг. Сотрудники Росгвардии на Чукотке совместно с региональным отделением Русского географического общества к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне организовали необычную экспедицию. Пятеро военнослужащих под командованием майора Павла Шацких совершили восхождение на гору, чтобы заложить там символическую капсулу с землей. 5 мая участники экспедиции на вездеходе проехали до северо-западного склона горы, где в трех километрах от ее подножия разбили лагерь для ночлега. Ранним утром после инструктажа, проверки и подгонки снаряжения совершили марш к подножию, а затем и само восхождение. За три часа подъема сначала по россыпям останца, затем по леднику, периодически срываясь, но вовремя цепляясь ледорубом, команда достигла вершины. Маршрут патриотического мероприятия был составлен с учетом рекомендаций участника и главного консультанта похода, председателя регионального отделения Русского географического общества Владимира Сертуна. Для РГО Чукотки это восхождение одной из плановых мероприятий текущего года памяти и славы. После восхождения на эту вершину мы планируем несколько вершин, в настоящее время являющиеся безымянными, ну так они нанесены на карту, как безымянные. Все-таки именовать не может быть безымянных вершин, не может быть безымянных героев. Мы наметили ряд походов с привлечением членов отделения РГО по всей трассе Алсиба, проходящей через Чукотку. Мы намечаем такие вот походы, по которым, ну в общем, расследование этой страницы истории, и походы на безымянные вершины, на котором находится оставить какую-то мемориальную плиту с именем того или иного летчика, который погиб при авиаперегоне. На высоте 1012 метров участники экспедиции установили флаг РГО и символы России, имеющие свою уникальную историю. Государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы, копию штурмового флага 150-й стрелковой дивизии, побывавшей в местах великих сражений Советской Армии с фашистами, а также флаг войск Национальной Гвардии, под которым в 2019 году военнослужащие совершили переход через главный Кавказский хребет по маршруту 277-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР. Рядом заложили капсулу с землей, доставленную на Чукотку с мест боевых сражений Северного Кавказа. Это земля Северно-Кавказского региона. Данная капсула была привезена в 2019 году, когда также наши военнослужащие совершили поход по пути боевой славы 277-го полка внутренних войск, который погиб на Северном Кавказе. Участники Чукотской экспедиции почтили минуты молчания память павших советских воинов и еще раз вспомнили погибших на фронтах войны. Анастасия Сертун, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.